Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить о Арктике, о ее биологическом разнообразии. И мы в гостях сегодня в Институте океанологии Российской Академии Наук имени Шершова. И с нами разговаривает заместитель директора по биологической части, вот по этой отрасли, Михаил Владимирович Флинт. Заместитель директора океанологии по биологической части, как я не устаю повторять. И, наверное, Арктика у вас один из самых таких популярных объектов исследования. И вот, вообще-то говоря, Арктика с точки зрения биологии, с точки зрения биологического разнообразия, с точки зрения биологической продуктивности, сколько она значительна. Вообще-то я помню, раньше всякую эту рыбу, типа треску, добывали в северных морях, оттуда все шло. Да, конечно. Белое море и главным образом Барнцово. Да, да, да. Там треска. Откуда там? Там же холодрыга. Откуда там пищи столько? Если мы заговорили сначала о биопродуктивности, то Арктика очень разная. И основной промысел арктический, он связан, я имею в виду сейчас нашу страну, российский, он связан с двумя морями. Это прежде всего Барнцово море, которое имеет длиннющую историю промысловую, то есть более чем вековую, когда там шел интенсивный промысел. И причем такой промысел не для местных нужд, а я имею в виду промысел, когда уже рыбная продукция распространялась далеко за пределы вот прибрежной зоны Барнцово моря. Да, ее перевозили в центр, продавали. И Берингово море на другом конце нашей страны. Значит, Барнцово море коренным образом отличается от всех других арктических морей благодаря одной причине. Туда поступает теплое течение, Нордкапское или, значит, окончание Гольфстрима, который несет туда теплую воду и формирует там очень интересные, очень разнообразные условия экологические, которые способствуют формированию высокой рыбной продукции. А теплая вода, наверное, не пустая, несет еще всякие органические остатки? Дело все в том, что для того, чтобы Арктика была продуктивной, то ей не нужно большое количество вот такого внешнего органического вещества. У нее хватает всего, собственной органики хватает, ей не хватает света, да, и как мы сейчас с вами увидим, иногда не хватает минерального питания. И вот, значит, Барнцово море, по нынешним данным, последним, и Россия, и Норвегия промышляет около 4,5-4,7 миллионов тонн. Причем, вот поскольку продуктивность во многом зависит от поступления вод теплых Гольфстрима, а это во многом зависит, и характер их поступления, и распространения зависит от климатических условий конкретного года, то ресурсы Барнцово моря, они очень изменчивы, и промысел может там колебаться очень сильно, вот там на 30-40% меняться в иные годы. Но, тем не менее, это море всегда было и всегда останется продуктивным. Но дальше мы с вами встречаем арктический парадокс. Если мы начинаем двигаться вдоль сибирского побережья нашей страны, посев морпути, вроде как посев морпути, двигаться из Барнцово моря в сторону Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, то мы встречаем картину совершенно удивительную. Вот, если вы на судне плывете по северному морскому пути, и придумали половить рыбу, и останавливаясь, скажем, в 20-30 милях от Карских ворот, которые соединяют Сибирскую Арктику, отделяют Сибирскую Арктику от Европейской, Барнцово море от моря Карского. Карские ворота — это пролив между Новой Землей и континентом. Абсолютно верно, пролив между Новой Землей и континентом. Если вы остановитесь по Барнцово-Морскую сторону и захотите половить рыбу, у вас выйдет 4-5 человек с удочками на палубу, то вы можете за 3-4 часа наловить столько рыбы, что потом будете неделю кормить небольшую команду. А если вы пройдете... Такая рыба, кстати, треска? Сайда и треска. Сайда и треска. Да, в основном там на рыбу, на уточку лодится сайда и треска. А если вы перейдете Карские ворота, войдете в Карское море и также остановитесь там на расстоянии 20-30 миль по Карскую сторону, и те же самые люди с удочками выйдут на палубу, они будут стоять там сутки и не поймать ни одной рыбы. Вот так резко отличается продуктивность Сибирских морей от продуктивности Барнцово-Морей. Ну что, в общем-то, не удивительно, послушав ваш рассказ, Барнцово-Морей продуктивно, потому что на тёплое течение гольфти не приходит. Да, да, да. Нет, тёплое течение само по себе не... Не теплом приносит, а пищу и минеральные вещества, наверное. Нет, тоже не так. Тёплое течение создаёт очень высокую мозаичность биотопа, условий в пелодеяле. Мозаичность эта связана с тем, что образуются такие интересные явления, как фронтальные зоны, такие явления, как апвеллинги, про которые мы с вами говорили, но такие в малом масштабе. И потом есть ещё одно свойство Барнцово-Моря, которое коренным образом отличает его от других морей Сибирской Арктики. Это то, что в нём отсутствует сильный пресноводный сток. Казалось бы, да, пресноводный сток, он несёт сигнал суши, большое количество минеральных соединений. А на самом деле, вернёмся сейчас к Каррскому морю и посмотрим, что там получается благодаря мощному пресноводному стоку. Пресноводный сток, сток рек, он выносит не только огромное количество минеральных и растворённых соединений, как мы их называем, алахтонными, чужеродные соединения для моря, но он выносит и пресную воду. Значит, пресная вода, она легче, чем морская. И в Каррское море ежегодно выливается больше 1200 километров пресной воды. Кубических. Кубических километров пресной воды. И вот давайте условно представим себе так, возьмём и запрём Мировой океан, лишим его возможности испаряться. И посмотрим, сколько в Мировом океане нарастёт воды благодаря стоку речному. Это будет около сантиметра, чуть меньше. А давайте запрём с вами Каррское море и не дадим воде вытекать, и не дадим воде испаряться. Насколько вырастет уровень Каррского моря в течение года? На полтора метра. Ого, какой мощный что-то. Значит, Каррское море покрыто одеялом пресной воды. Эта пресная вода очень сильно отличается по плотности от воды морской. И вот, ну, многие представляют себе исчисление солёности, которое происходит в промиллях. Это, значит, количество граммов на миллион. Граммов на миллион. Да, 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 в литре. И, значит, если солёность воды, которая находится в придонных слоях, скажем, ну, нормальная морская, 34 промиллях, то солёность верхней воды иногда достигает 10 промиллях. Смотрите, какая разница. 15, 20, но это всё равно разница огромная. И в чём суть этой разницы? Суть в том, что разница в солёности создаёт разницу в плотности. А это очень важная вещь. Потому что во всех морских экосистемах, мы с вами этого касались немножко в наших предыдущих разговорах, особенно в экосистемах сезонных, происходит то же самое, что у нас происходит вокруг нас в природе. Зимой заканчивается продуктивность, листва опадает, природа замирает, всё умирает. Работают только бактерии. И бактерии перерабатывают опавшую органику в минеральные соединения. Более того, человек иногда помогает бактериям, он проходит плугом по полям или перекапывает свои картофельные поля лопатой, беря верхний слой обогащённой органики, переворачивая его вниз для того, чтобы там работали бактерии, а тот слой, в котором бактерии уже свою работу сделали, он поворачивает к Солнцу. Вот то же самое происходит в морских экосистемах. Происходит процесс, который мы называем зимней термической конвекцией. Верхний слой охлаждается, становится более тяжёлым, оседает вниз, и вместо него наверх поднимается вода, в которой бактерии сделали своё дело, вода, насыщенная минеральными соединениями. Это практически то же, что и явление опвеллинга, о котором мы говорили в одной из наших бесед. Дальше приходит весна, светит Солнце, и все биологические циклы повторяются вновь. Но когда у нас есть такая колоссальная разница в плотности, связанной с солёностью, ни одно охлаждение не может победить её, потому что соотношение вклада температуры и солёности в плотность как один к восьми. То есть если у вас разница в плотности обусловлена одной промилле солёности, вам надо на 8 градусов охладить воду. А здесь мы её можем с вами условно охладить на 40 градусов? Нет, значит происходит совершенно поразительный феномен, вернее не происходит поразительного феномена. Не происходит переворачивание моря, не происходит процесса конвекции. То есть практически природа не проводит своего сезонного плуга, который ассоциируется с деятельностью человека, которым она вспахивает для будущей продукции акваторию этих морей. И поэтому количество минерального питания, доступного для водорослей, оно крайне мало. А в Барнцевом море этого нету. И нету этого в Беринговом море. Потому что ни в этом, ни в этом море нет такого колоссального распреснения, которое есть в наших сибирских морях. А откуда вот так в сибирских морях есть колоссальное распреснение? В Сизде. Вот давайте посмотрим. Харское море. Значит в нем, я вам сказал, если мы его запрем, вода вырастет на полтора метра. Вы представляете, какое количество распреснений. Значит две гигантских реки туда впадает, Опий и Енисей. Давайте подвинемся в море Лаптевых. Маленькая Хаттанга и гигантская Лена. Вынос Лены практически равен выносу АБИ. Чуть больше. Там 500 кубических километров, 520, а здесь 620 кубических километров. А море маленькое. Причем еще удивительная вещь. Существуют такие механизмы, связанные с циркуляцией в Арктике, которые формируют некие такие, знаете, запорные системы. То, что мы в океанологии называем фронтальными зонами. Ну мы по атмосфере хорошо знаем, знаете, такие границы резкие. Так вот, такие фронтальные зоны формируются в области границы шельфа. И во многих сибирских морях, вот это доказано для Карского моря, препятствует выходу пресной воды в открытую Арктику. Поэтому она накапливается. Объем пресной воды, которая стоит в Карском море, он больше объема годового стока существенно. И вот такая вот двухслойность морей, она является ограничительным фактором на существование высокого уровня первичной продукции. Но многие противники этой идеи говорят, Ну хорошо, это все не совсем так. Потому что расхожее какое мнение? Арктика бедна, потому что там лед. Арктика бедна, потому что там нет света. Вот так ли это? Давайте попробуем поискать в Арктике места, в которых отсутствует вот это ограничение вертикального перемешивания благодаря различиям в солености. Такие места есть. И вот мы нашли такое место, скажем, в Чукотском море. В Чукотском море. Да, в Чукотском море. Мы нашли такое место в Карском море. Это место, где закономерности, связанные с формированием расслоения моря, они нарушаются благодаря интенсивному потоку глубинной воды из слоев подстилающих в слои поверхностные. Так вот, первичная продукция в Чукотском море, это широта примерно 76 градусов севера. Это глубочайшая Арктика, которая большая часть времени покрыта льдом. Так вот, первичная продукция в этом месте, при той же самой низкой освещенности, при тех же самых низких температурах, при той же самой ледовитости, достигает такого же уровня, какой она достигает в перуанском апперинге, о котором мы с вами говорили. Значит, это вот открытие, сделанное в недавние годы, последние несколько лет, мы это стали понимать, значит, не холодные температуры Арктики, и не лед, и не низкое солнце лимитируют формирование новосинтезированного органического вещества, а лимитируют его отсутствие минерального питания. И вот эти вот горячие точки, которые мы нашли, они очень локальные, они в целиком, ну, нельзя сказать, что они влияют, скажем, на продукцию всего бассейна, они, к сожалению, по площади очень ограничены, но они позволили нам понять, как организованы экосистемы Арктики, и почему они такие низкопродуктивные. А за счет чего там идет эта мощность? В основном за счет всяких феноменов, связанных с гидродинамикой. Когда течение касается, скажем, стенки континентального склона, там образуется поперечная циркуляция. Эта поперечная циркуляция на одной стороне течения приводит к тому, что вода поднимается к поверхности. То же самое явление Апвелинга, по сути дела. В Чукотском море там существует очень знаменитый, очень интересный и очень важный для Чукотского моря каньон Бэро, потому что он расположен недалеко от мыса Бэро, северного. В этом каньоне очень интенсивная циркуляция, течение ударяет в особенности орографии склона, и образуется опять Апвелинг, который доставляет биогенные элементы поверхностные и дает, значит, возможность интенсивно продуцировать морским водостом. Многие люди считают, что Арктика потеплеет очень сильно. Так мы там рыбу будем промышлять? Ну да. Вот смотрите, что произошло с Белинговым морем в 70-х годах. Было очень интересное такое явление, я не буду на нем подробно останавливаться, оно получило название переключение режима в северной части Тихого океана, благодаря чему температура поверхностного слоя Белингового моря возросла примерно на градус полтора летом, и уменьшилась ледовитость немножко Белингового моря. Более того, это совпало с тем, что там выловили селедку очень здорово в этот момент, был перепромосил сельди. И туда вошел минтай из северной части Тихого океана, который в Белинговом море не был доминирующим видом. Вот это случилось в начале 70-х годов, а в 76-м году уже промысел минтая в 78-м достиг почти 5 миллионов тонн. Вы представляете, какая инвазия произошла, благодаря климатическим событиям, опять же, сочетание человеческого фактора и климатических событий. А многие думают, хорошо, сейчас потеплеет Арктика, и тот же самый минтай через Белингов пролив войдет, в Чукотское море мы будем промышлять, а многие думают, что у нас треска войдет через Карские ворота, в Карское море, там будет теплынь, там будет не три месяца лета, а будет шесть месяцев лета, безледный период. Так вот, мое глубокое убеждение, что этого не будет, потому что то, что ограничивает продукцию в Арктике, это не свет и не лед, а это речной сток. Но в другой стране, если убрать весь ледовый покров, мысленно, да, с северной полярной шапки, то вода-то, значит, будет растекаться, пресная вода, речная, будет туда уходить далеко. Нет, вовсе не ледовый покров тормозит распространение пресной воды. Не он. Ее тормозят два фактора. Один фактор существования фронтальных зон, как я вам сказал, есть еще один фактор мощный, это ветер, потому что мы с вами говорим о поверхностном слое, там 10-15 метров, и он целиком зависит от ветра. А там ветер откуда? А ветер дует таким образом, ветер дует в летнее время, превалирующие ветра, это ветра юго-восточного направления. А по Экмановскому закону, значит, вода, которая выходит из рек, она не будет двигаться, согласно закону Кориолиса, направо, на восток. Ее ветер сгоняет вот этот огромный кут между Новой Землей и Ямалом. И там стоит вот эта вот мы ее называем линза поверхностной огромной пресной воды. И, в общем, этот ветер, несмотря на то, что он, казалось бы, благоприятного направления, он не способствует выходу воды из Карского моря. А еще существует фронтальная зона, лежащая около северного, оконечности Новой Земли, около мыса Желания, которая тоже делает свою работу и создает там барьер какой. Там, понимаете, в открытом океане создается поразительный совершенно феномен. Там перепад солености на протяжении нескольких километров составляет от 24-25 до 34 промиллей. То есть это почти 9 промиллей в открытом море. Это абсолютно, понимаете, этого не может быть, если не нет фронтальной зоны. А там есть фронтальная зона, которая как забор эту воду держит и создает вот эти феноменальные градиенты. То есть это совершенно специальные условия. В море Лаптевых мы пока не знаем, есть это или нет, но мы знаем, что верхний слой моря Лаптева очень глубоко распреснен. Даже в области внешней границы моря это 25 промиллей, а придомный слой тот же самый, 34. То есть опять мы имеем дело с тем, что мы называем жесткой плотностной стратификацией водной толщи. И это, на наш взгляд, препятствует реализации всех потенций, которые вообще фактически по запасу биогенных элементов и по смету они есть в арктических морях. Теперь вот в очень правильной... Чем-то это очень похоже на стратификацию это со Черного моря, кстати. Да, да, да. Хотя, конечно, и другие причины. Нет, абсолютно те же самые причины. Абсолютно те же самые причины. Потому что верхний слой, очень хорошее замечание, верхний слой 17 промилле, речной сток, а нижний слой сразу там возрастает до 20 с лишним, и плотностой градиент препятствует перемешиванию зимнему. Вот была у вас поверхностная температура там 22 градуса, вы ее зимой выхолодили до 6, но вы все равно не пробьете. Это всего 2 промильки, 2,5 промилле, вы не пробьете эту стратификацию. Поэтому вся циркуляция в Черном море существует вот в верхнем 150-метровом слое, но поскольку там работают бактерии, это не верхний 8-метровый слой, как в Арктике, поскольку там работают бактерии, то они создают новые биогены. И даже 150 метров достаточно, чтобы при конвекции зимней биогены возобновились, и снова фитоплантон нормально начал сезон. Когда мы будем говорить по поводу центральных районов Арктики, то там вот эти вот, даже представим, что она освободится от льда, хотя вообще уже началось похолодание. И мы уже с этим столкнулись в экспедиции, и Институт Арктики и Антарктики, ведущий институт вообще в мире, особенно по исследованиям Арктики, прогнозам арктическим, они прогнозируют уже совершившийся перелом в сторону похолодания, и прогнозируют, что скоро начнет восстанавливаться ледовое покрытие, потому что изменение температуры воздуха идет всегда раньше, чем изменение ледового покрытия. Нужно аккумулировать или отрицательную, или положительную энергию, для того, чтобы... Так же, как было с потеплением. Воздух потеплел, а, значит, арктический лед еще оставался как будто бы у нас холодный воздух. Ну да. А теперь будет наоборот. Они прогнозируют, что такой лак может состоять 7-8 лет, но, во всяком случае, так сказать, очевидные признаки похолодания, они налицо, и я думаю, что вот такое вот огромное изменение, как мы, некоторые прогнозируют, исчезновение ледовой шапки, его не произойдет. Но даже если освободится огромное пространство, то в них уже будут действовать вот те самые факторы, которых мы... Во-первых, это глубокий океан. Глубокий океан никогда не бывает высокопродуктивным, за редкими исключениями, которые Арктики не касаются. И потом низкое солнце. Там совсем низкое солнце. И Тевкарское море, да. Ну и, значит, все-таки время открытой воды, даже если освободится здорово в летний период Арктики, во время открытой воды в высоких широтах, там, севернее 78-го градуса, 79-го, оно будет очень маленькое. Так что вот, видите, мы, рассуждая Арктики, вернулись к такому, вернее, обратились к такой интересной вещи, как возможность прогноза продуктивности биологической в Арктике в связи с изменениями климата. И, кстати, значит, этот климат опять вернется к тем уровням, холодным зимам, как были, значит, в 40-е годы, да? Ну, так они прогнозируют, да. Хотя, в общем, тенденция сейчас потепления, она совершенно очевидна. Она есть. И вот, к сожалению... Не надо сказать, что уже переладили. Да, нет, я имею в виду годы... Вот 2007 год был одним из вообще самых теплых за последнюю 40-летнюю историю. Мы прошли Карскими воротами и работали в Карском море у северного окониста новой земли. Мы вообще не видели ни крошки льда. Просто ни крошки, ни маленького поля ледяного. А Карскими воротами можно было пройти? Можно было пройти. Обычно в Карске ворот бывают забиты льдом. В холодные годы они забиты льдом вплоть до августа. Иногда и в августе только под ледоколом ходят. Мы проходили вот несколько лет, вообще они были свободны, мы даже не заказывали ледовой проводки. И администрация северного морского пути разрешала нам идти так, потому что они знали, что там все чисто и свободно, без ледокольного обеспечения. Вот так что не думаю, что вот такая длительная ну будем говорить катастрофа, потому что ведь если изменится ледовое покрытие, это вообще колоссальное изменение баланса тепла уже глобальный. И что это за собой повлечет, мы не очень хорошо себе пока представляем при нашем прогнозе климата. Мы в основном такие изменения прогнозируем по аналогиям, потому что, к огромному сожалению, как только мы выходим за недельный уровень временной, то в действие вступают силы, которые не поддаются нашему пониманию пока, и они не поддаются даже моделированию. И вы знаете, это по прогнозам погоды. А чего же говорить по прогнозу климата? Точность решения вот этих вот уравнений, которые описывают, уровень переноса описывают атмосферу и гидросферу, она такова, что больше, чем на 7 дней там дальше уже не подсказывают. Да, да, да. И 7 дней это считается хорошо. Просто вступает в силу совершенно иные процессы. Я вот помню, был год, это 2010-й, когда была страшная жара, и вот все эти прогнозы в интернете всегда, на 7-й день прогнозировали похолодание. Наступил следующий день, этот прогноз похолодания. И так было до 9 сентября. И так было, когда наконец действительно похолодало. Было так. Ну что, подошло к концу наше время? Да, наверное. Спасибо вам большое. Ну вот и публике нашей большое спасибо за внимание. Вот видите, как вот повернулось, сделал это. Может быть, закончится скоро глобальное потепление, и снова возьмется погода за старое, снова холодно станет. Придут к нам на европейские равнины холода арктические, как были вот в ноябре 41-го года, кстати. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова